Невероятная история произошла в Индийском океане. Там спасли молодого человека по имени Адзиланг. Его обнаружили живым спустя 49 дней после того, как сильным течением унесло его плавучую хижину в открытое море. 19-летний житель индонезийского острова Сулависи Алди-Новел-Андзилак чудом остался жив. Подростка спасли через 49 дней в 2500 километрах от дома. Три последних года молодой человек работал на рампонге. Это деревянный плод для ловли рыбы. Его закрепляют в открытом море на якоре. Рампонг Адзиланга находился в 125 километрах от побережья острова. 14 июля из-за сильного ветра хижину Адзиланга унесло течением. Запасов еды, воды и газа юноше хватило лишь на несколько дней. Он пил воду по три глотка в день. Когда пресная вода закончилась, он стал пить морскую, процеживая ее через одежду. Питался Адзиланг рыбой, которую ловил в море и готовил на огне. Чтобы его развести, молодой человек отрывал доски от своей хижины. Индонезиец думал, что не выживет и молился, читая Библию, которая была на плоту. За 49 дней он пытался подать сигнал бедствия десяти проходившим мимо кораблям. Но ни на одном из них, ни один из них его не заметил. 31 августа индонезиец увидел очередной корабль. Адзиланг сначала безуспешно пытался привлечь к себе внимание, размахивая одежды. Затем он попробовал связаться с судном по рации. И его услышали. Правда, пришлось вплавь добираться до корабля. С кораблем он доехал до Японии, а 8 сентября юношу отправили в Индонезию. Адзиланг уже заявил, что больше никогда не будет работать в море. Только на суше. Субтитры сделал DimaTorzok